Я описываю книгу, которая называется «Магические методы лечения всех заболеваний». Очень интересная получилась. Я её сегодня, скорее всего, вам почитаю. Хотите, давайте я сегодня эту книгу почитаю. Она очень интересная. Аритмию можно устранить, если потянуть за третий-четвёртый палец одной рукой. Если не исчезает, то руки поменять. Давление можно снизить, если придавить прищепкой ненадолго фалангу мизинца любой руки. Но так, чтобы не было больно. Артериосклероз можно убрать, если широкой лентой зелёного цвета обвязать человеку грудь, не перетягивая, обмотать несколько раз. С ней он должен спать и ходить несколько недель. Артрит. Необходимо стоять каждый день в позе птички. Вот так. Нагнувшись вперёд руки, поставив в разные стороны. Купочную грыжу можно вылечить, если к ней приклеивать ликопластырем медную монету большого размера. Бронхит можно убрать, если натереть белой бумаге грудь так, чтобы было горячо. Делать так много раз. Это уберёт бронхит. Бумага должна быть тонкой. После этого бумагу необходимо сжечь, но не обязательно. Варикозное расширение вен. Делать укутывание в полотно, смоченное предварительно оливковым маслом на голое тело на один час. Желательно всё тело. Нужно следить за тем, чтобы не простудиться. Невроз с плохим самочувствием и апатией. Каждый день ставится открытыми глазами возле скины, так чтобы лоб упирался в стену, носки касались скины, по возможности живот касался скины. Ставить так необходимо как можно больше и как можно чаще. Воспалённые раны можно убрать, если взять кусок железной цепи и поводить ей по ранам, после чего закопать в землю на несколько дней. Аденома пристательной железы. Взять три советских медных монеты. Сейчас не могу это прочитать. Из туенщиков можно вылечить, если чёрным фломастером нарисовать линию от лобка к солнечному сплетению прямо посреди живота. Рисовать ровно вторую полосу, чтобы получился крест. Если необходимо прорисовать ежедневно на протяжении двух месяцев, также прикладывать к нижней части живота салфетку, смоченную с уксусом. Совет номер 159. Шум в ушах взять длинное полотно или эластичный бинт, смочить его в тёплой воде, после чего обмотать полотном голову и шею и зафиксировать, после чего спать в таком бандаже, выполняя несколько дней подряд. Очень хорошо отзывалась по этому поводу женщина недавно. Она сказала, что был ли шум в ушах, она таким образом сделала обматывание, и после этого всё исчезло. Можно убрать почек заболевания, если обвязать чёрной нитью средние и безымянные пальцы, вместе носить так несколько дней. Также поможет, если носить железное кольцо на мизинце левой руки. Также смазывать мизинцы на обеих руках красной краской или хной. Пролежни можно убрать, если спать на воздушном матрасе. Также наловить мух, потереть ими голову человека, после чего их выпустить. Из пух положить под подушку куриное яйцо, когда человек спит. Истерия смочить одежду, в которую ходит человек, очень солёной воде, после чего она на нём должна высохнуть. Икота приложить остриё на жак, переносится икающего, пусть он смотрит, не мигая 40 секунд. И здесь очень-очень много всевозможных советов. Какой-нибудь сейчас открою, допустим, какой-нибудь совет интересный. Скорлупа куриного яйца. Скорлупа куриного яйца, на мой взгляд, очень эффективное средство от огромного количества заболеваний. И дальше мои советы. Первое. Если сделать из неё порошок и принимать по одной чайной ложке один раз в день, то излечивает церебральный паралич у детей, убирает порез после перенесённых заболеваний, инсульт, помогает при катаракте и глаукоме. Второе. Если давать малышу, смешав с соком лимона, то очень быстро вылечивает аллергию. Кстати, одно из самых лучших существующих средств детского диатеза. Также я лечил своего ребёнка так когда-то. Можно даже просто так давать без лимонного сока, просто на кончике ножа 2-3 раза в день высушенную куриную скорлупу. Одна чайная ложка порошка, выпитая в день, лечит от голодных болей желудка, гастритового, плохого запаха изо рта. Если запить вином порошок измельчённой куриной скорлупы или скорлупы куриного яйца, то это убирает у человека диспепсию кишечника, а также слабость кишечника по носу. Также если одну чайную ложку запить сухим вином, растворяет камни в почках. Смотрите, интересно, что можно вылечить гвоздём. В случае, если раскалить гвоздь и вмокать его в воду, и делать это многократно, и пить той женщине, у которой есть климакс, то тогда она уберёт у себя приливы и отливы, вот эти состояния, которые её мучают. Если раскалить гвоздь и после этого остудить его в стакане с холодной воды, то выпив такую воду, вы можете облегчить, устранить климакс или обмакнуть его раскалённым в липовый мёд, окалина, который образуется после смачивания гвоздя и красит мёд, смазывать зубы. Это убирает парадонтоз и заболевания зубов. У нас уже заговорили про куриное яйцо, я дальше прочитаю. Сырыми яйцами лечат. Сердечную астму. Перед каждым приёмом пищи съедать одно сырое яйцо. Бронхит. Перед каждым приёмом пищи за 40 минут съедать два сырых яйца. Гингивит парадонтоз. Полоскать рот сырым белком куриного яйца. Заболевание воспаления век. Смешать белок сырого яйца с водой и смазывать перед сном глаза. Помогает при гнойных воспалении. Дальше. Сырые яйца, выпитые натощак по два на протяжении двух недель, вылечивают гастрит. Смешав белок одного яйца и сок одного лимона, принимая это после еды, убирает из организма любые камни, размягчая их и уничтожая, особенно при камнях в почках, также помогает при камнях в желчном пузыре. Очень эффективное средство от артрозов тазобедренного сустава. Действительно проверено на моих близких, а конкретно маме. Нужно взять яйцо в скорлупе, залить его концентрированным раствором столового уксуса на несколько дней, после чего пробить и убрать кожу, которая будет на месте скорлупы. После чего размешать и натирать больные места несколько дней, несколько недель подряд. Это убирает артроз тазобедренного сустава раз. Также это может помочь убрать у человека заболевания, грибковые заболевания на ногтях. Это я считаю все эзотерическими методами. Таких методов я писал около 500, и скоро такая книга увидит меня. Очень интересная получилась. Сегодня я ее допишу. Очень-очень много...